Здравия дорогие друзья! Намасте! Снова хочу поговорить с вами сегодня о развитии мужских качеств, мужественности. Ну это для мужиков, да, прежде всего. Хотя сегодня был такой вопрос. Одна моя клиентка задала мне вопрос, как проявлять в Москве энергии. То есть мы знаем, что у женщины, нормальной женщины, в отношении мужской и женской энергии должны быть в пределах 70 на 30 или 80 на 20. Соответственно, еще большая цифра это ее энергия женская. И она спросила, а как эта энергия мужская, те же 30% должны во мне проявляться? Хороший вопрос. И, друзья, кстати, вопрос вам тоже. Мы этот вопрос записали уже отдельно, и он будет скоро на нашем канале Веда Дом в Телеграм и на Ютьюбе. Но одновременно у вас есть возможность подумать самостоятельно, найти свой ответ. Помните, что самый лучший ответ находится у вас внутри, в вашем сердце, потому что он для вас. Все остальные это только примеры, как можно решать вопросы. Ну да ладно, продолжаем нашу тему мужские энергии. Мужественность. Вы знаете, дорогие девушки, тоже для вас важно понимание того, что если возле вас не будет настоящего мужчины, то вы не сможете быть счастливы. Наверное, мы все это знаем. Ну, а мужчинам это также вдохновение о том, что, эй, хочу иметь хорошую семью, хорошее отношение. Я должен проявлять настоящие мужские качества. Вот по анализу работы с моими клиентами и с мужчинами я скажу, что вот многие, многие мои клиенты, которые приходят, говорят, что у них проблемы в отношениях. Жена изменяет, жена уходит, жена командует, орет на него, ни во что его не ставит и так далее. И причина, причина, как правило, это в чем? В том, что мужчина не проявляет достаточно мужской энергии. Смотрите, как все происходит. То есть в тех отношениях, где жена является командиром, где она вот сделала рокировочку в шахматной терминологии, да, где она проявляет себя как король, как мужик, короче говоря. Это возможно только в тех отношениях, где мужчина слабее женщины. Слабее женщины энергетически, да. То есть у него не хватает опыта королевского. А и мы знаем, откуда эта нехватка, эта опыта. Естественно, эта нехватка опыта. Интересно, будет ли слышно сейчас мой речь про телеветро бегун. Бегу туда дальше, ладно, пробегу-ка дальше, в ту сторону. Окей. В общем, о чем мы говорили. Да, то есть там, где женщина командует в семье, мужик, короче, понятно, что там мужчина проявляет больше женской энергии. То есть у него меньше недостаток мужской энергии. И мы знаем, откуда это. Как правило, откуда это. Однозначно с тех семей, где сын этот вырос, в семье мамы-одиночки. То есть где не было присутствия. Даже, может быть, и папа и был. Но папа тоже мог быть не только, да, мать-одиночка. Еще и муж или папа, который недостаточно имеет мужской энергии. Который под колбуком у своей жены. Соответственно, под колбуком как же он может дать модель. Какую модель он может дать своему сыну. Быть лидером в отношениях, где он сам подкаблучник. Окей. Я ничего не имею против каблучников. Быть подкаблучником осознанным, да. Можно быть подкаблучником осознанным. Даже не выговариваю за слово. А это разные вещи. Быть осознанным подкаблучником. Шарап. А быть подкаблучником по принуждее. По нужде, потому что по-другому не могу. Окей. Так вот. В тех семьях, где мужчина жалится, что жена не слушается. А показателем этого что является. Да именно то, что мужики, как правило, в таких семьях, они неуспешны соусами. Они пьют, выпиваясь, стараются меньше быть дома. Замыкаются в себе. Очень социально нейрализованные. Так вот, дорогие мои мужчины. Я хочу, чтобы вы понимали. И женщинам тоже это важно понимать. Так вот такая ситуация. То есть ты стала мужиком в штанах, в юбке. Ты хочешь, но хочешь, мечтаешь, что иметь нормального мужика. А что ты хочешь, правильно? Два женщины хочет иметь нормального мужика. Но нормальный мужик что-то не проявляется. Как же ему проявиться, если ты сама идешься к мужику. Два мужика поддаются. Но поскольку ты уже сильнее, ты же имеешь опыт на примере своей мамы, которая командовала папой, которая в отношениях командир, генерал, окей, или баба в штанах. То у тебя нет другого понимания, естественно, в этом отношении. И вот, продолжая тему, как развивать мужские качества мужчине, развить мужественность для того, чтобы стать лидером в настоящем семье. Дать защиту своей жене. Встречу эмоциональную. Встречу эмоциональную. Физическая, это так, сегодня тоже нужна. Но намного реже, чем встречу эмоциональную защиту, которой любой женщине нужна. Да? И я сегодня не буду раскрывать все аспекты этого процесса, что очень большой. Как развивать себе мужественность. Сейчас серия видео у нас записана на канале Ведодом в YouTube. Ведодом. Кто хочет быстро найти наш канал, заберите хэштег Ведодом. Хэштег Ведодом. Русскими губами. И выберите в поиске видео. Вы сразу попадете на наше видео. Наш канал Ведодом. Итак, сегодня я рассмотрю только тему, как развивать себе мужественность при помощи физических упражнений. Поскольку я сейчас бегаю на тренировочке. А я в среднем пробегаю 9 километров каждый день по песку. Песок я вам скажу, да, посмотрите, песок видно. Не твердый. Это не вдоль моря я бегу. Где как по асфальту. Здесь песочек очень мягкий. А по мягкому песку это для мужиков специально. Я типа хвастаюсь. Но для чего? Для того, чтобы вы поняли, мужики, что... Блин, все говори, что делай, да? А то типа Ярослав нам рассказывает, что надо делать, а сам надо делать, нет? То есть я в спорте. Я в спорте с 10 лет. И в принципе, после того, когда я закончил активную деятельность спортивную, я поддерживаю свою форму регулярно. То есть мои занятия физкультурой, спортом, они регулярные, постоянные. Окей? То есть я минимум трачу час. Минимум час. Даже не помню, когда час на плице был, да. Обычно полторашка мне идет, полтора часа. Я занимаюсь физкультурой. Сегодня так ее назовем, да? Спортом тоже. И вот. Поэтому я хочу, друзья, с вами поделиться. Я просто понимаю, насколько оно важно. Насколько важно физические упражнения для того, чтобы развивать себе мужественность. И один из показателей мужественности это гормон тестостерон. А? Мы все знаем. Гормон тестостерон. Женский гормон прогестерон, который нужно развивать женщинам для их неженственности. Прекрасно море. Так что у меня там с пульсом, секундочку. Так. Пульс. Что пульс говорит? 173. Отлично. Немножко вышли за аэробную нагрузку. Сапазу сделаем. Секунду. Продолжаем. Итак, да. Поскольку физическая нагрузка, она способствует выработке гормона тестостерона, друзья. У мужиков. Ну, у женщин тоже, кстати. Поэтому женщинам нужно быть очень осторожным тем, каким видом спорта они занимаются, какие эмоции они испытывают. Эмоции. Да, эмоции формируют гормоны. Гормоны формируют тело, привычки судьбу и все прочее. Поэтому, мужики, самое простое. Это что нам нужно для нашего тестостерона? Это гормон, гормон. Приработка этого гормона, который производит лучше всего, когда есть физическая такая нагрузка. Нагрузка физическая, мужская, грубая такая, где надо бороться, толкаться. И эмоции. Эмоции. И обязательно эмоции. Эмоции агрессии, страсти, стремлений к победе, добиваться, терпеть. Это все мужские энергии, которые продуцируют гормон тестостерон. Поэтому, исходя из этого, выбирайте вид деятельности. Гимнастика, вот там в плане, вернее, танцы возьмем, например, танцы, бальные. Это вторая чакра развиваться. Тоже классно, здорово. Мужику тоже это нужно. Но если это основная деятельность, и ты при этом не добавляешь мужской энергии, то треновенько будет. Будешь развивать тестостерон, а мужской энергии нет. Хорошо, когда это в комбинации. Ты пошел, позанимался боксом, борьба, регби. А потом пришел на танцы. Супер. Эй. Ты свои мышцы растянул. И привел баланс с твоей энергии. Так вот, мужики. Занимаемся физкультурой. Занимаемся теми видами активной деятельности, которые вызывают у вас в процессе соревновательность. Борьба, толкание. Кто лучше, кто быстрее, кто сильнее. Компетитившим с мужиками. С мужиками. Не с женщинами. Соревнуемся. Тем соревнуемся с мужиками. Кто сильнее, кто быстрее, кто круче, кто умнее. Желание быть победителем. Это третья чакра. Первая третья чакра. Пятая тоже, да, если ты хочешь вербальные баталии устраивать. Это очень важно. Ладно, чуть я пошел далеко. Я хочу сконстриться только на физическом. Потому что мы говорили, аспекта много. Проявление мужества и его развития. Так вот. То есть физическая нагрузка, которая способна развитию вашего тестостерона. Играйте в футбол. Там, где толкаться надо. Хоккей играете. Бегайте для начала. Бегайте для начала. О, 8 минут. 1 километр пробежал слабенько. Потому что рука занята. Я обычно 7 минут. 7 минут у меня идет километр по песку. Тут надо думать и бежать. Окей. В общем, да. То есть вот такие виды деятельности. Борьба, бокс, хоккей. То есть там, где вы проявляете настойчивость, терпение. Окей. И лучше всего, конечно, самые такие крутые. Это там, где контактный вид спорта. Идиноборство. Или групповые. Тоже регби, например. Я не толкаюсь, надо проявлять русские качества. Поэтому, вот, в меру своих возможностей, состояние здоровья, выберите себе тот вид деятельности. А начните с самого простого. Борьба с самим собой. Прежде чем начинать бороться с кем-то, начните бороться с собой. Побеждать. 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 Побеждать лень. Побеждать усталость. Побеждать. Слабость. Проявлять настойчивость. Острый ум. Мудрость. Вот, что нужно научиться делать. В игре с самим собой. В борьбе с этими недугами, которые мешают нам жить. Вот так я скажу. Поэтому начните с самого простого. Подъем. Утренний подъем. Встаете в 8. Начните вставать в 7. Постепенно доведя до 5 часов. Я уж не говорю для более продвинутых. Которым хорошо вставать с 3 до 4 утра. Самое шикарное время. Окей. Много времени успеваешься сделать. Настроиться. Медитация и так далее. То есть вот начинайте с таких простых вещей. Которые по дефолту улучшат ваше состояние. Ваше состояние так надо заканчиваться. Время у меня уже 15 минут. Окей. Итак, друзья. Поведем итоги. Для того, чтобы развить мужские энергии. Посмотрим аспект физических упражнений. Физической нагрузки. Я бы говорил, что когда мужчина занимается физическими нагрузками по мужскому стилю. А это значит, там где есть борьба, сопротивление, преодолевание трудностей, аскезы, терпение, лишение. Там развиваются мужские энергии. И не важно, ты женщина или мужчина. Закаление холодной водой. Ранний утренний подъем через не могу. Лишний раз напряться, отжаться, пробежать, настоять, потерпеть. Все это проявление мужских энергий. Женщинам это можно проявлять только в делах 20-30%. И вот, развиваясь в таком физическом плане, вы, дорогие мужчины, сможете помочь в развитии мужской энергии через аспект физических нагрузок. Но это только один аспект, потому что их очень много. По всем чакрам нужно проходиться, развивать мужские энергии по всем чакрам. От с первой по седьмой. И когда мы выбираем вид деятельности физической, начните с простого. Бег, физическая нагрузка, бег, подтягивания, работа с гантелями. Что угодно, что будет заставлять вас преодолевать ваши трудности и препятствия. Развивать в вас выносливость, развивать в вас силу воли. Это самое важное. Окей? Ну вот, друзья, хватит, остановлюсь, потому что время уже много для короткого видео. Все любви и радости, живите в благости. С вами Рослав Мудрый Воронцов, Академия Отношений Веда Дом, тренинг-центр Green Mind Life. И хочу сказать, друзья, делитесь вы, помните, что мы в одном пространстве, и поэтому делитесь своими откровениями, своими знаниями. Я не истинно последней станции. Я только рассказываю то, что вижу я. Но каждый из вас уже мудрец. Каждый имеет свою мудрость. Поделитесь своей мудростью с нами. Я знаю. И ты знаешь. Ты можешь это сделать. Делай это вместе с нами. Green Mind Life. Всем любви и радости, друзья. Миласты. Все ваши комментарии. Пишите ваши комментарии в комменты, друзья. Если вам нравится ваш опыт. Что вы думаете в грунт. Нравится? Пальцы вверх. Не нравится? Ставьте низ. Скажите, почему вам не нравится. Принимаем все. Чтобы больше людей увидело это видео, если оно вам нравится. Благодарю. Намасте. Продолжение следует. Продолжение следует...